В эфире ОТС ежедневная программа спорт-обзор в студии Кристина Лата. Здравствуйте! День Победы в Новосибирске отметили традиционной общегородской эстафетой. Она носит имя трижды Героя Советского Союза маршала Александра Покрышкина. В этом году эстафета стала рекордной по количеству участников. На старт вышло больше двух тысяч человек. Эстафета – ровесница Победы. Первый забег прошел 18 мая 1945 года. С тех пор на площади Ленина собираются тысячи горожан, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто сражался за Родину. За все это время соревнования отменяли лишь дважды. Один раз из-за погодных условий. Тогда выпал снег. Второй – из-за пандемии коронавируса. Потому годовщина Победы – 78 мая, а эстафета – 76 мая. Выступать на эстафете Покрышкина – это и почетно, это и особое, безусловно, ощущение, особый трепет, потому что здесь и радость Победы в этот день 9 мая. Здесь и горечь ушедших ради нас. Бегут все – школьники, студенты, спортсмены из специализированных школ, представители силовых структур. Впервые на старт вышли волонтерские организации. Всего 2247 человек. Рекордное количество участников. Адреналин бурлит в крови, уже надрайвит, как говорится, бежать хочется уже. Не первый год бегаем. Раньше бегали за колледж, за школу, когда маленькие были. Сейчас вот в своем организации. Поэтому готовимся. Первыми на старт вышли спортшкольники. Победу в этом забеге с большим отрывом праздновала команда «Фламинго». Оно и неудивительно, ведь в этой школе тренируются легкоатлеты. Мы очень быстро все бежали. Первый этап бежал очень быстро. Все большие молодцы. Я очень рада за всех, каждого. Я очень сильно волновалась за каждого. Среди победителей эстафеты в своих номинациях также женская и мужская сборные Куйбышевского педагогического колледжа, Новосибирский государственный технический университет, команды НВИ и РЖД. Забег среди районов Новосибирска выиграла сборная Ленинского. Коротко о футболе. Новосибирск с минимальным счетом уступил на выезде Омскому Иртышу. Единственный мяч был забит на 63-й минуте с пенальти. Очной встречей двух сибирских команд стартовал второй этап первенства второй лиги. Напомню, сейчас шесть команд играют между собой в круг для окончательного распределения мест в группе. Следующий матч Новосибирск проведет на своем поле 14 мая против Пермского Амкара. Новосибирцы традиционно сильны в самых разных видах единоборств. От дисциплин в карате и ушу до самых жестких – боевого самбо и ММА. Одним из наиболее прикладных боевых искусств, где разрешено больше приемов и ударов, чем в других видах, является кудо. Этой весной атлеты, представляющие наш регион, вернулись с чемпионата страны с медалями. Михаил Якимов расскажет подробнее. Он съездил в Машковский район на тренировку спортсменов. Поселок Октябрьский. О том, что единоборство здесь в почете, становится понятно уже при въезде. Об этом гласит заметный баннер на самой высокой постройке – старой водонапорной башни. А единоборство номер один – это кудо. Кубки и медали, завоеванные местными парнями и девушками, уже едва умещаются на полках в небольшом зале. Последние награды привезли со всероссийских соревнований из Иркутска. До этого двое спортсменов завоевали медали на чемпионате России. Татьяна Бояркина выиграла золотую. В кудо девушка влюбилась еще до того, как поняла, что это за спорт. Мой младший брат, он приходил домой, рассказывал, как тут все очень здорово, что они делают, как они тренируются. И мне это очень понравилось. Я маму умоляла, говорю, мам, пусти меня на тренировки. Она сказала, ну вот, подожди, сейчас еще немного и пойдешь. И после Нового года я сюда пришла. С тех пор прошло уже 9 лет. Кудо стало для Татьяны не просто увлечением, а делом жизни. Татьяна двукратная чемпионка России. Кроме того, она уже сама тренирует юных спортсменов. Еще один медалист чемпионата страны из Октябрьского, Олег Иванов, тоже тренирует подрастающее поколение кудоистов. Для меня это как шахматы просто очень быстрые. Я не так сильно мне нравится бить людей и самому получать, как именно тот момент тактический, когда ты думаешь, как тебе нанести удар сопернику, как самому удар в ответ не получить. То есть для меня это больше тактика. Именно это меня в этом спорте привлекает. Да и в шахматы Олег играет регулярно. Тем более количество разрешенных ударов и приемов в кудо так же велико, как количество возможных ходов и комбинаций в шахматах. Только плата за невнимательность выше. Кудо один из самых жестких видов единоборств. Недаром здесь на шлемах есть забрала, которые полностью защищают лицо. Но при этом спорт весьма универсальный. В отличие от тех же смежных боевого самбо, где нельзя совершать удушающие приемы, или ММА, где нельзя бить локтями, здесь, в кудо, это все разрешено. Неудивительно, что многие из этих ребят, помимо кудо, побеждают на турнирах по самбо, ММА и рукопашному бою. Сразу прийти и начать драться невозможно. Сразу начать заниматься этим боевым единоборством очень сложно. Да, страх удара в голову, как и в любом контактных единоборствах. Страх жесткого падения. Он присутствует. Проэтапная подготовка, которая потом, я думаю, во всей жизни сказывается во всех сферах. Сейчас только в Октябрьском кудо занимается около 200 юношей и девушек. Спортивная секция популярна и за пределами Машковского района. На тренировки привозят детей из Новосибирска. В Машковском районе планируют развивать этот вид спорта, завоевавший популярность у жителей. В ближайших планах открыть еще одну секцию. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова